И напоследок. В Израиле отметили наступление Рождества. В стране проживает большая община арабов-христиан, для которых этот праздник самый главный в году. Ну а для выходцев из бывшего Советского Союза Новый Год не может быть без елки. И даже отсутствие снега не помеха хорошо встретить этот с детства любимый праздник. На зажигание елки в Яфа побывал Лев Капуль. На центральной площади Старого Яфа готовятся к большому празднику. Ежегодная церемония зажжения рождественской елки – красочное событие, на которое традиционно приходят не только коренные жители, но и многочисленные гости. Мы каждый год приходим сюда, чтобы проникнуться атмосферой праздника, посмотреть, как зажигают елку. Сегодня я даже взяла с собой внучку. Мы, христиане, в это Рождество находимся далеко от дома и очень скучаем по духу Рождества. Вот и решили приехать в Яфа, чтобы зарядиться этим рождественским духом. Водители, проезжающих мимо автомобилей, сегодня как никогда терпимы к пешеходам. Атмосфера праздничная, не мешает даже отсутствию снега. Все смешалось в Израиле. Ханука, Рождество и Новый Год. Мы хотим посмотреть на елку. Вот так вот и вспомнить, как было раньше, как ходили в своем городе, зажигали елку. Что для вас нового года? Праздник, подарки, елка и оливье. Именно Яфа, южный район Тель-Авива, часто называют наглядным примером сосуществования арабов и евреев. Арабов-христиан здесь чуть более 1%. За несколько минут до зажжения рождественской елки представители церкви возносят молитву о мире на святой земле. В модели мирного сосуществования евреев и арабов в последнее время появились трещины. Но мы работаем над тем, чтобы золотать их. И данное мероприятие как раз призвано соединить сердца всех, кто пришел сюда сегодня. Мы говорим всем добро пожаловать. Здесь собрались мусульмане, христиане, евреи, русские, даже амхары. И мы приветствуем представителей всех религий. По традиции, каждый год главную елку Тель-Авива зажигает мэр Рон Хульдаиб. Пока громыхают раскаты салюта, люди загадывают желание. У многих сегодня оно совпало, чтобы на святой земле наступил, наконец, долгожданный мир. Лев Капуль, Владимир Плотки, специально для программы «Израиль за неделю», Тель-Авив, Яфу. От имени программы «Израиль за неделю» хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом. Пусть он принесет счастье, мир и радость вам и вашим близким. Мы увидимся уже в следующую субботу в новом году на телеканале RTVI. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова